Если ты делаешь что-то новое и ставишь реальные цели, поэтому там не может быть нулевого уровня затрат. Насколько трудно научиться танго? Как и с любым путём перехода с одного состояния в другое состояние, сложность этого перехода зависит от дистанции и скорости. Ну и от попутчика. С хорошими попутчиками, не торопясь, можно уйти далеко и не устать. А со скучными попутчиками или в одиночку, и пытаясь пройти за один час огромное достояние, конечно, очень можно устать. То есть, если идти планомерно, сделать процесс интересным для себя и ставить реальные цели, не торопясь, то учиться танго несложно. Более того, я бы сказал, что нет ничего более естественного для человека, чем учиться. Это наша основная деятельность, обучение непрерывное. И это не должно быть трудно. Но если у человека в голову вбито правило, что тяжело в учении, а легко в бою, а значит тяжело в учении, то тогда он будет себе осложнять, себе и другим осложнять процесс. Но это, мне кажется, что всё-таки уже устаревающие методы, которые больше свойственны для каких-то тоталитарных систем. В современном обществе человек вправе выбирать способ обучения. И уж тем более, если он платит сам за своё обучение, человек должен выбирать тот способ, который ему, ну, не мучителен. Но есть другая сторона вопроса. Если тебе что-то легко делать в науруке танго, значит, ты не совсем то делаешь. Потому что ты, скорее всего, делаешь то, что ты и так уже умеешь делать. Если ты делаешь что-то новое, если ты делаешь что-то, что требует других способностей, которых нету, то это не может быть совсем легко. Это должно быть просто, понятно. Но оно не может быть легко. Понимаешь, о чём я говорю? При выработке нового навыка наша система нейронная, она совершает конкретную работу. А наше тело, для того, чтобы эту работу заставить наш мозг совершать, оно должно предпринять конкретные физические усилия, смело попасть в новую ситуацию, поиметь там проблемы, и, получив проблемы, найти решение. И, найдя решение, запомнить это решение. И это какая-то куча работ. Поэтому там не может быть нулевого уровня затрат. Там должны быть какие-то уровни затрат. Но, опять же, процесс должен быть настолько благоприятным, чтобы этот уровень затрат, он как бы был нейтрален. Ну, окей, хорошо, да, конечно, я немножко устал, но это был прекрасный урок. Субтитры создавал DimaTorzok